Субтитры создавал DimaTorzok В последних лет не понаслышке знал о жизни деревенских ребят. Повзрослев, поэт часто ездил на охоту и рыбалку вместо детства окрестности села Гришнёво в Ярославской области. Охота была его излюбленным увлечением. Вероятно, эту страсть он перенял у отца, заядлого охотника. На охоте Некрасов, разумеется, общался с крестьянами, расспрашивал их о быте и трудностях. А после использовал эти рассказы в своих произведениях. Так, после одной из таких поездок на охоту, и родилось стихотворение «Крестьянские дети». О детях, выросших на воле, на природе, со своими радостями и трудностями. Оно вышло в свет в 1861 году, в год отмены крепостного права. В то время это была самая обсуждаемая тема, и она, конечно, постоянно звучала в стихах Некрасова. По жанру «Крестьянские дети» — небольшая поэма, отражающая чувство автора и его личное отношение к героям. Сюжет привлекает своей простотой и яркостью красок. В первых строках автор-охотник радуется возвращению в родные края. Местные ребята с удивлением разглядывают незнакомого барина. Он предается воспоминаниям о своем детстве, об играх с «Крестьянской ребятней», рассуждает о нелегком детском труде. Приводит в пример встречу с шестилетним мужичком Власом. Мальчик гордится, что ему поручили такую важную работу отвозить дрова. В финале стихотворения автор с юмором вспоминает о спектакле его пса Фингала для деревенских детишек. Главная идея произведения, несмотря на то, что детство у крестьянских детей веселое, полное ярких впечатлений, без должного обучения, образования, их ждет тяжелая жизнь. По Некрасову крестьянское счастье, даже когда труд в радость, всего лишь иллюзия свободы. В XIX веке в крестьянской семье ребенок с ранних лет приучался ко взрослому труду. Уже в шесть лет мальчик мог помогать укладывать сено и солому в стога, рыбачить, ухаживать за домашним скотом, собирать хворост, мелкие сухие ветки для розжига печи, носить воду из колодца и так далее. С девяти лет ребята привлекались для помощи отцу в изготовлении мебели, упряжи и других необходимых в хозяйстве вещей. С одиннадцати лет мальчики уже шли работать в поле. К мальчикам, как и будущим кормильцам семьи, требования были выше, чем к девочкам. Однако девочек также с измольства приучали к работе по хозяйству. В восемь лет девочка уже умела дойти корову, шить, ткать на станке, прясть, управляться тяжелой посудой и чугунками, готовить еду в русской печке. В десять лет девочку могли отдать в няньки, пистуньи. Плату часто брали натуральными продуктами — яйцами, мясом, зерном. Автор противопоставляет крестьянским ребятишкам избалованных негой детей из благородных семей, у которых нет этой связи с природой, поэзии детства. Автор показывает, как деревенский шестилетний мужичок спокойно управляется с лошадью, а городской его сверстник из дворянской семьи не может самостоятельно без гувернера выйти на улицу. Какие художественно-изобразительные средства использует автор в этом произведении? Почему, когда мы читаем, то как будто совершаем путешествие во времени и как будто видим все это своими глазами? Нельзя не заметить, что текст стихотворения изобилует метафорами. Например, «Я детского глаза люблю выражение, его я узнаю всегда, я замер, коснулась души умиления». Или же «Я делывал с ними грибные набеги, раскапывал листья, обшаривал пни». Дополняются картины эпитетами. Звуки чудные, сонная хандра, рьяный чтец, критик дикий. Сатиры, неблагородны и обидны, сиянье спорят небеса. Кроме того, в поэме используются и сравнения, как в коллективном портрете мальчишек, подсматривающих за спящим барином в сарае. Все серые, карие, синие глазки, смешались, как в поле цветы. Ну и усиливается впечатление гиперболами. И ступят пилу, не наточишь и в сутки. Стихотворение «Крестьянские дети» насыщено диалектными выражениями и устаревшими словами из народного обихода. Верши — стихи, вереница — ряд одинаковых предметов, расположенных один за другим. Кинулись прочь, убежали. Мекина — остатки колосьев. Не засти, не заслоняй. Разом — одновременно. Оскома — ощущение вязкости и кислоты во рту. Вестима, конечно, разумеется. Чухонцы — сани без кузова для перевозки дров. Потрофлять, угождать. Ступай, иди. Рига — большой сарай для сушки снопов хлеба. Сноп — связанный пучок колосьев какого-либо злака. Языковое своеобразие еще больше усиливает картину достоверности и народности поэмы. После отмены крепостного права крестьяне получили личную свободу и землю, но на условиях выкупных платежей, которые были непосильны для большинства крестьянских семей. Только тяжелый труд помогал деревенским жителям спастись от нужды. Большая ответственность за выживание семьи легла и на детей. Крестьянские дети по праву считаются отражением эпохи крепостничества. Кроме приобщения к труду, детям прививались и моральные принципы. Учили почитать старших, уважать чужой труд, быть гостеприимными и любить родной край. Раздумья о судьбе крестьянских детей навевают автору мысли о судьбе всей России и всего русского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова